В студии Евгения Даровская. В ближайшие 15 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях этого дня. Смотрите в выпуске. Права на свои квартиры все еще ждут. Решение арбитражного суда подольщикам Демидов парка отложили. Деньги из бюджетов всех уровней ушли в никуда. Но принцип мне представляется, здесь должен быть такой. Уже накушались на этом объекте. Поэтому 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Спустя годы простое строительство туб-диспансера начнут вновь. На голодный желудок. Если совесть есть, если оно нормально, то качество будет достойно. Как эксперты алтайские напитки дегустировали. Арбитражный суд о передаче квартир в собственность дольщикам Демидов парка сегодня ничем не закончился. Нет, заседание состоялось. Но, как сообщили нашему каналу дольщики, которые там присутствовали, решение суда отложили почти на месяц. А по вашим ощущениям, это окончательный срок или там, может быть, еще перенесут? Нет, я думаю, что это вообще там на сентябрь, на декабрь будет сдача. Добавим, что только после решения суда покупатели квартир смогут официально оформить право собственности на жилплощадь. На данный момент большинство из них состоят в реестре обманутых дольщиков. Сейчас будущие жильцы осматривают свои квартиры и подписывают акты приемки. Ну, здесь месяцем не обойтись. Не то, о чем годами говорили власти, возможно, наконец-то обретет форму. Через полтора года на Алтае должны ввести в эксплуатацию утилизационный завод по переработке мусора. Объект планируют построить в черте Барнаула. При этом краевой бюджет не пострадает. Анастасия Дороган расскажет об итогах реализации мусорной реформы в крае за полгода. К перерабатывающему заводу на Алтае быть. Краевые власти, которые игнорировали его возведение из-за огромной стоимости, не вложатся. Регион выделит землю неподалеку от Барнаульского полигона. По плану чиновников, строительство ляжет на плечи инвесторов. От 30 до 50 миллионов. Что это надо? Во-первых, самое важное. Значит, они закроют всю необходимую потребность сегодня в утилизации особо опасных отходов медицинского назначения. Эти отходы в крае утилизируют и сейчас, но в рамках завода мощности расширят, технологию улучшат. Попридухин подчеркнул, что объект будет принимать и другие виды мусора, в том числе твердые коммунальные. Поэтому главная задача властей – отработать схему обращения с ТКО. Министр транспорта Евангелев сказал, что сейчас не хватает 10-15 тысяч контейнеров на общую сумму в 400 миллионов. А маршруты вывоза корректируют. Но важный итог полугода реформы – мусора стало больше. Количество мусора больше, местами даже кратно больше, чем изначально планировал в схемах. Схемы делались из, так скажем, фактических данных по прошлым годам по образованию мусора. Это говорит о том, что сегодня люди, все большее количество мусора ТКО уже вводят в систему централизованного, цивилизованного обращения, а не выбрасывают в лесополосах. Кстати, министры сообщили, что раздельный сбор – не самоцель реформы. Куда важнее, подчеркнул Гилев, разделить мокрые и сухие отходы. Но этот шаг в реформе не будет следующим. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. А вот появится ли в крае противодуперкулезный диспансер? На этот вопрос уже можно ответить – да, вот только когда? Строят его на территории действующей туберкулезной больницы в Новоалтайске. Вот уже лет 10. Вероятно, после визита на объект губернаторов Виктора Томенко работы будут продвигаться быстрее. Это реальность. А это та самая красивая картинка, на которую изначально ориентировался подрядчик. Два лечебных корпуса на 8 этажей. Операционно-хирургические пищевые блоки. Пункты дезинфекции. Строительство краевого противотуберкулезного диспансера на 500 коек началось еще в 2011 году. В ноябре 2011 года был заключен контракт с ОАО «Стройгаз» строительной организации. Контракт был заключен Управлением по здравоохранению Алтайского края, существующим Минздравом, на 930 миллионов рублей. В 2014 году была проведена корректировка проекта с учетом изменений немножко по сейсмике. Корректировка прошла госэкспертизу в 2014 году. И потом еще был в 2015 году еще на 380 миллионов заключенный контракт со «Стройгазом». Итого общая стоимость контрактных работ, заключенная со «Стройгазом» Минздравом, так скажем, была на 1,3 миллиарда рублей. Более трех лет работы на этом объекте вообще не проводили. Контракт с первоначальным подрядчиком был расторгнут. А в 2017-м, по словам министра строительства и коммунального хозяйства края, заключили новый с компанией «Селф». Денег народных мы из 660 миллионов уложили, что-то получили. Это что-то к моменту передачи в Минстрой, вернее, стройзаказчику передали. Через Минстрой, да, стройзаказчику. Единому стройзаказчику передали. За это время часть денег вложенных, сработанных действительно, оплаченных подрядчику, просто обнулилась. Вот хочу понять, сколько денег потеряли. 20 миллионов, 30 миллионов, вот это все вывезенное мусор, это сколько стоит. За это же все деньги заплачены. Большой урон зданиям нанес длительный простой. Объект по непонятной причине не консервировали, что привело к заметной деформации конструкции. Часть работ приходится выполнять заново, но приступить к ним в полной мере новый подрядчик не может. Проект после корректировки еще не прошел госэкспертизу. Необходимо достаточно серьезный темпы работ. На этот год 380 миллионов, вот есть лимитов, да? Пока мы не укладываемся перед федерацией, на май месяц у нас отчет освоения федеральных средств на рублей. Финансируют строительство противотуберкулезного диспансера федеральные краевые бюджеты. Деньги огромные, но потрачены практически впустую, отметил губернатор. И это при том, что фтизиатрическая служба края по своему техническому оснащению очень изношена и подобное. Медицинское учреждение региону крайне необходимо. Ну принцип мне представляется здесь должен быть такой. Уже накушались на этом объекте, поэтому 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Бумажечка к бумажечке, документ к документу, расчет к расчету, все должно быть ясно и понятно. Приблизительно в августе, это в лучшем случае, объекту выдадут государственную экспертизу. И только тогда здесь могут возобновить строительство. Тогда же станет известна и новая смета работ. Контролировать расход государственных и краевых средств будет лично губернатор Виктор Томенко. К 2021 году, спустя 10 лет с начала строительства, в крае появится противотуберкулезный диспансер. Если все будет, бумажка к бумажке. Елена Кузовкина, Николай Шилко. День с толком. Ну а в этом случае не факт, что помогут бумажки, но попытаться добиться капитального ремонта раньше обещанного срока все же стоит. Жильцом в Барнаульской хрущевке по адресу Новороссийская, 11, топит, по их словам, десятки лет. Коммунальная проблема становится бедствием, а порой и угрозой для жизни. Как действовать в таких ситуациях жителям и кто должен помочь дому? Ответ на вопрос искал Андрей Дреер. Я сначала здесь выливаю банки, потом бегу в ту комнату, выжимаю тряпки, быстро выливаю ведра. На Новороссийской, 11, протекает крыша. В сухую погоду незаметно, а в ливне панельная хрущевка наполняется водой. Только этот декор к условиям аквариума пока не приспособлен. Здесь были глазки, когда-то тут планировалось очень красивое панно. Сейчас у меня здесь бесплатная душевая кабина. Загубленный интерьер – полбеды. Когда вода потекла по каналам электропроводки, возник риск пожара. Я позвонила в МЧС. Приехал дежурный электрик от аварийных служб, соответственно, потому что переадресовали туда звонок. И поскольку ничего нельзя было сделать, он попросту отрубил провода. По просьбе Любови Гурьевны свет вернули на кухне и в ванной. Это только один из этапов долгой борьбы. Крыша течет 52 года, мне 54, крыша течет 52 года. У меня повезло, у меня бежит по швам, по плитам, а 69-я квартира бежит по каналам электропроводки. Ольга Затолокина – одна из активнейших жителей дома на Новороссийской, 11. Ее трудами о проблеме узнали жилищная инспекция, прокуратура, администрация города, правительство края. Комитет ЖКХ города Барново, еще раз комитет ЖКХ. Слушайте, я впервые вижу такое количество писем. Все пишут примерно одно и то же. Латочный ремонт должна проводить управляющая компания, а капитальный запланирован только на 2026-2028 годы. Эксперты в сфере ЖКХ уверены, дату ремонта можно изменить. Что касается собственников, то никто их не ограничивает в принятии решения в том, чтобы сегодня решить вопрос о проведении капитального ремонта кровли, то есть посредством сбора денежных средств. В управляющей компании говорят, что экспертизу уже проводили, и этого достаточно. Но за ними остается еще одна обязанность. Важнее проводить латочный ремонт, чтобы собственники дожили до капитального. В этом году еще какие-то работы планируются у вас? Да, конечно. Именно по этому дому, да? По этому дому, да, также будем продолжать делать латочный ремонт. То есть обязанность управляющей компании, что поступила заявка от какой-то квартиры, мы обязательно должны ее устранить, нанести покрытие и так далее. Правда, по сути, латочные работы изменению ситуации не особо помогают. Поэтому жильцы подают документы на актуализацию капитального ремонта в надежде, что его проведут раньше 2026 года. Андрей Дриер, Алексей Фризин, Александр Антропов, Андрей Печеркин. День с толком. Ну а эти реки желанные. Напитки алтайских производителей сегодня дегустировали эксперты в рамках конкурса «Лучший напиток-2019». Их вкусовые ощущения, а также результаты лабораторных исследований помогут определить, к примеру, лучший квас, а затем вручить награды на традиционном фестивале «Алтайфест». Подробнее расскажет Ирина Корчагина. Дегустация обычной минеральной воды напоминает дегустацию дорогого вина. Напиток нюхают, проверяют на свет. Эксперты сегодня даже не завтракали, чтобы случайно не обмануть вкусовые рецепторы. Они проверяют вкус и качество более 30 образцов воды, кваса, газировки. Особое внимание уделяют алтайскому пиву. Как мы говорим, это сырье, холод и совесть пивара. Поэтому, если совесть есть, и сырье нормально, то качество будет достойно. Впервые в истории конкурса на лучший напиток образцы исследуют в лаборатории. Например, так пиво проверяют на кислотность. Все газированные напитки и вода должны соответствовать ГОСТу. Поступают шифрованные пробы, их достаточно много в этом году. Они направляются в лабораторию, и мы исследуем напитки. Все это идет в закрытой форме, потом будет общий протокол с номерами. И уже эксперты, специалисты вскроют этот протокол и посмотрят, что отходит по качеству, что не отходит по качеству. Победители конкурса назовут 28 июня на площадке фестиваля напитков «Алтайфест». Он пройдет в селе Новотрышкино. Уже известно, что в этом году «Алтайфест» посетят несколько тысяч жителей края и страны. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Летом многие барнаульцы оставляют пыльный город, несмотря на то, что здесь высаживают саженцы, и уезжают на дачи. Часто именно в дачный сезон, когда в квартирах никого нет, активизируются кражи со взломом. Причем чаще всего взламывают окна первых и вторых этажей. Можно ли этого избежать? Расскажем далее. Крепкая? Крепкая, говорите! Окна Консип выдержат и не такой краш-тест. Они настолько прочные, что их практически невозможно вскрыть. Массивный немецкий профиль класса А века, противовзломная фурнитура Мака. Консип по праву считается одной из лидирующих компаний Сибири по производству пластиковых окон. Монтировкой пытался как мог ломать. У меня был опыт такой, что я видел сломанные окна, их в основном ломают в месте, где замок. Ну и пытаюсь сломать его, не смог. Ломается сам каркас окна, а окно не открывается. В том, когда открыли окно, оказалось там дополнительно куча-куча усиливающих замков. Все продукции выпускаются на современном оборудовании из Германии, Италии и Австрии. Компания поставляет окна более чем в 70 городов страны. На пяти заводах Консип также производит фасады, гаражные ворота, зимние сады, рольставни. Наши производства ежедневно выпускают более тысячи оконных конструкций, более 200 дверей и около 300 и даже больше нестандартных конструкций, которые могут реализовать любую дизайнерскую мысль наших любимых покупателей. Консип дорожит репутацией и гарантирует качество своей продукции. За 25 лет работы компании в этом смогли убедиться тысячи покупателей. Через пару секунд о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова